Пользователи iPhone вскоре смогут безопасно оплачивать все свои онлайн-покупки с помощью одного прикосновения. Как и новая версия iPhone, это нововведение будет представлено публикой 9 сентября. Мультинациональная корпорация Apple планирует сотрудничать с компаниями Visa, MasterCard и American Express для того, чтобы превратить свой последний гаджет в мобильный кошелек. Я, Чарли Фукс, представляю вам свежий выпуск обзора прессы. Благодаря новой технологии, которая позволяет владельцам карт оплачивать товары и услуги с помощью одного касания, новый iPhone значительно упростит мобильные платежи, так как содержит микросхему ближней бесконтактной связи. Эта технология вместе с Touch ID считывателем отпечатков пальцев, который дебютировал в предыдущей версии телефона, позволит потребителям безопасно оплачивать купленные товары одним касанием. На данный момент iPhone занимают самый крупный сегмент на рынке США. Использование подобной технологии, по мнению Бена Баджарина из Creative Strategies, позволит стабильно удерживать клиентов. Таким образом, клиенты станут еще более верны бренду, и спрос на продукцию Apple будет расти. Также и Ричард Кроун, исполнительный директор компании Crown Consulting, считает, что этот ход позволит компании Apple увеличить доходы от 800 миллионов существующих аккаунтов на сайте iTunes. Если мобильные кошельки Apple будут успешными, это откроет новые возможности использования смартфона как маркетинговой платформы. Можно будет получить прибыль от рекламы, которая будет демонстрироваться потребителям в онлайн-магазинах. Согласно данным Кроун Консалтинг, постоянное использование мобильного кошелька может сгенерировать доход от рекламы на сумму 300 долларов в год на одного потребителя. Господин Баджарин также считает, что этот ход Apple может полностью изменить индустрию смартфонов. Нравится нам это или нет, но сейчас Apple устанавливает большинство стандартов индустрии. Именно они двигают рынки. Когда они что-то делают, все остальные просто за ними повторяют. На этом очередной обзор прессы подошел к концу. Смотрите завтра свежий выпуск нашей программы. Всего доброго.